Если вы вдруг с утра проснулись и не поняли, где вы оказались, вы находитесь на навигаторе-инноваторе, и мы здесь с вами будем учиться запускать стартап-проект и делать это быстро. Уникальную возможность прокачать свой бизнес-проект с профессиональными тренерами и наставниками получили более ста студентов, магистрантов, аспирантов и начинающих предпринимателей в рамках преэкселерационной программы «Навигатор-инноватор». В режиме интенсива на площадке точки кипения САФО в течение четырех дней участники пройдут полугодовой путь развития своей бизнес-модели. Образовав команды под руководством кураторов, подготовят и упакуют свой стартап для получения первых инвестиций и грантов. То есть суммарно наши обучающиеся могут получить один миллион рублей на развитие своей идеи и, соответственно, реализовывать ее, учитывая те предпринимательские компетенции, которые они получили. От САФО было подано 28 заявок. И теперь эти ребята придут к нам в инновационный центр, мы поможем им зарегистрировать юридическое лицо, начать вести бухгалтерский учет, понять, куда двигаться дальше и потом отчитаться за эту программу, для того, чтобы они действительно смогли попробовать себя стать предпринимателями. На это и нацелена вся программа «Навигатор-инноватор». Под руководством спикеров и экспертов из Открытого университета Сколково проходит настоящая прокачка бизнес-проектов. Мы традиционно никогда не комментируем идеи, потому что мы не имеем права это делать. Мы видим, как их можно упаковать. И за это с ребятами будем все четыре дня заниматься тем, чтобы они их упаковывали и правильно простраивали траекторию, как эта идея будет коммерциализироваться. Первый этап – яркая и лаконичная презентация своей идеи. Приложение гида «Мэджик Пол». Это приложение будет генерировать индивидуальный маршрут конкретно под вас, основываясь на ваших интересах, на вашем возрасте, а главное о бюджете. Успешный опыт в воплощении своих бизнес-идей у участников программы университетского технологического предпринимательства нацпроекта «Наука и университеты» уже есть. Один из примеров – выпуск Никсафу, а сейчас начинающий предприниматель Иван Косарев. В 2021 году я выиграл грант «Умник» с тематикой технологии производства всяких прочих изделий из гофрированного картона. В 2023 году я подал заявку на грант-студнический стартап, но уже с другой темой – это производство вывесок с гибко-нилона. Заявку поддержали. Иван зарегистрировал бизнес, и сейчас его фирма производит вывески для кафе, ресторанов, интерьеров. Нынешние участники преакселерационной программы также имеют все шансы на реализацию своих стартапов по различным направлениям – от торговли и предоставления бьюти-услуг до инновационных технологических проектов. Сегодня я хочу вам представить свой проект по разработке электрической силовой установки для мотопараплана. Я считаю, этот продукт будет востребованным для пилотов-спортсменов, пилотов-любителей, которые любят после работы на часок вылететь и провести время в воздухе, а также для параклубов, которые обучают новых пилотов. Безусловно, для реализации подобного стартапа необходима команда единомышленников, а еще вера в успех, умение учиться и перенимать опыт наставников. Естественно, что мы им дадим несколько инструментов, которые позволят им доработать свой проект, понять, что он востребован на рынке, и как лучше изменить проект, чтобы он в ближайшее время был востребован целевой аудиторией. Один из таких инструментов был опробирован в деловой игре. В течение пяти минут участникам предстояло выгодно продать снежинки. С первого раза это оказалось не так-то просто, но проявив грамотный коммерческий подход и изучив интересы потребителя, оказалось возможным даже получить прибыль. Это символизирует герб вашего принятия, мы сможем их сделать в том. Я люблю ашурные снежинки, но нет. А это разве не ашурные снежинки? Вот, все равно, из-за многих-то у нас босс очень решительный, очень такой ухудшительный, астрадатный мерчик. Да, да. Я законнектилась с одним потребителем очень сильно, очень полюбилась мне этот эксперт. Она мне объяснила все, что ей нужно. Мы сделали в соответствии с ее запросами снежинки, которые она хотела, и успешно продали по достойной цене по пять за штуку. И это только первые успехи в получении предпринимательского опыта. Впереди участников ждет интенсивное обучение, тренинги, получение навыков публичных выступлений, групповая работа в командах по решению кейса и доработка бизнес-проектов под руководством кураторов. В пятницу, 26 апреля, будет происходить демо-дей, на котором проекты представят свои уже упакованные презентации, смогут представить это экспертам, членам жюри, и эти проекты уже будут в готовой степени для того, чтобы двигаться дальше как бизнес. Они будут регистрировать свои юридические лица и действительно становиться малыми и средними компаниями Арканской области. Если ты научился добиваться результатов, за тобой пойдут в любой проект. То, что ты доведешь ребят до конца. Любят победителей. Елена Вишнякова, Сергей Зимских, Анжелика Долинина, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.